Торжественный митинг положил начало мероприятиям, приуроченным ко Дню Народного Единства. В одном большом человеческом потоке люди разных профессий, конфессий, возраста, сегодня они пришли к монументу, чтобы вспомнить всех тех, кто был причастен к созданию новой страницы истории Беларуси в ее новом обличии. Митинг начался с церемонии возложения венков и цветов к месту захоронения воинов Красной Армии, павших в 1939 году и сражавшихся за восстановление единства белорусского народа в знак памяти о событиях тех непростых лет. Это событие ознаменовало воссоединение судьбы белорусов, белорусского народа, их мыслей, их душ, их восприятие того, что вот наконец-то восторжествовала историческая справедливость, потому что эти территории были разъединены не по нашей воле, а по воле совершенно других государств, и значительная часть белорусов, почти 5 миллионов, оказалась на территории Польши. Поэтому это было так важно осознать, что пришла помощь, что страна оказывается в своих исторических границах, что увеличило не только территорию, но и количество населения, которое здесь проживало. Это очень важно, потому что этот факт помог нам выстоять в Великой Отечественной войне. Людской поток не прекращался достаточно долго. С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Брестского горсполкома Сергей Лободинский. 17 сентября наша страна празднует День народного единства. Значимость этого дня в истории белорусского народа переоценить трудно, ведь именно благодаря воссоединению Западной и Восточной Беларуси в 1939 году наша страна вновь обрела территориальную целостность, а люди – чувство национального единства. После 1939 года белорусский народ еще не раз был испытан на прочность, но мы выстояли, обрели независимость и утвердили свое право занимать достойное место на карте мира, потому что все и во все времена главным для Беларуси было единение народа. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. В основе нашей сплоченности – это верность памяти предков, богатое культурное наследие, стойкость и трудолюбие, близкие каждому из нас традиционные ценности. Новый для белорусского календаря праздник – символ того, что белорусы хотят быть едиными, и неважно, сколько километров разделяют их друг от друга. Суверенное государство должно оставаться объединяющей силой, сближающей единомышленников и всех тех, кто видит свое будущее здесь. В любом действии и истории нашего города, нашей страны были люди. Люди, которые хотели мира, добра, уюта. Брест – очень многонациональный и многоконфессиональный город, и это позволяет и позволяло нам со всеми дружить, общаться. И сегодня те решения, которые были приняты на уровне главы государства, когда был открыт без виз для многих стран, это подтверждает нашу уверенность в том, что мы идем в правильном направлении, что белорусы – это дружелюбные, миролюбивые люди. И для меня, моего поколения, 17 сентября, надо сказать, что это собирательный образ, который объединяет все поколения, все возраста, для того, чтобы мы понимали, что за нами будущее, и только будущее будет спокойным и мирным, если мы приложим максимально усилия сегодня. И, наверное, этот праздник, пускай он и молодой, но он с глубокими корнями в нашу историю, а для нас очень ценны традиции, поэтому быть этому празднику. Я смеюсь, я живу, этот воздух готов согреть, я вижу солнца, свет и сны цветные, я молюсь, я хочу, чтобы чистый пудной рассвет. Лариса Озмалович, Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.